Товарооборот между Западно-Казахстанской областью и Россией в прошлом году вырос до 885 миллионов долларов, а экспорт увеличился на 22% и достиг 225 миллионов долларов. Сотрудничество двух стран продолжает развиваться и укрепляться в различных сферах. Немало совместных планов на будущее. Из Западно-Казахстанской области в этом году в приграничные регионы России экспортировали продукции на 107 миллионов долларов. Торгово-экономическое сотрудничество будут укреплять дальше. Несколько контрактов мы уже отработали и в дальнейшем работаем с казахстанскими потребителями. Также ведутся переговоры. Мы только зашли на рынок, то есть время нашей работы здесь не так велико. Понемножку, по чуть-чуть развиваемся. По сравнению с производительностью год назад мы расширились в три раза. Увеличили производство и заказы есть. Из Западно-Казахстанской области в этом году в приграничные регионы России экспортировали продукции на 107 миллионов долларов. Торгово-экономическое сотрудничество будут укреплять дальше. Для того, чтобы укрепить это сотрудничество, именно двусторонние связи поддерживать, выезжать друг к другу, делать презентации инвестиционной привлекательности нашей области и привлекать инвесторов. Для этого у нас есть индустриальная зона, 281 гектар. Инфраструктура подведена, уже три проекта работают. Восточные районы Западно-Казахстанской области граничат с Оренбургом. Также установлено сотрудничество с такими российскими городами, как Самара, Саратов и Волгоград. А самый отдаленный Буке-Ирдинский район граничит с Астраханской областью. Местный бизнесмен Жамбулат Наурозов говорит, что часть необходимых товаров завозят из России. «Привезти из России очень выгодно, так как это недалеко. Доехав до Волгограда, там товары по низкой цене». Жители Буке-Ирдинского района заинтересованы в дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества. Но есть проблема с упрощенным пунктом пропуска. Через него могут пройти жители только Буке-Ирдинского и Ахтубинского районов. С других областей не смогут ни пройти, ни провести товар. Поэтому необходимо модернизировать пункт молодости и сделать его двусторонним. Все просят открыть пункт пропуска молодость в обе стороны. Это очень важно для развития туризма. Не только наши граждане, но и из соседнего государства смогут свободнее посещать наш регион. По словам местных бизнесменов, предприниматели Западно-Казахстанской области заинтересованы в развитии торгово-экономических связей с приграничными регионами России. Поэтому считают, они важно вывести это сотрудничество на новый уровень. Аслан Абуталипов, Ердембек Желхайдарула, Булат Жарлгасов, Западно-Казахстанская область, 24КЗ.